Люди, о которых можно сказать, что они познали Бога, испытывают состояние блаженства и могут делать то, что недоступно обычным людям. Я хочу узнать, есть ли ограничение тому, чего может достичь человек? Физическая природа — это всегда ограничение, не так ли? Вы можете расширить границы. Но для физического тела существуют ограничения. Физический значит ограниченный, не так ли? Потому что основа физической природы — это установленные границы. Разве не так? Вы можете назвать что-то физическим только из-за того, что существуют границы. Если вы уберете установленные границы физической формы, то физическое перестанет существовать. То, что безгранично, не является физическим, не так ли? Так существуют ли границы? Определенно существуют. Природа установила для вас существенные ограничения. Но я говорю о новых ограничениях, которые изобретаете вы сами. В этом нет необходимости. Поскольку природа уже наложила на вас достаточно ограничений, вам не нужно изобретать новые и делать себя еще меньше, чем вы есть. Все эти разговоры о Боге, небесах и тому подобном происходят в основном потому, что люди не осознали всю необъятность того, что значит быть человеком. Вот в чем основная проблема. Если вы будете ощущать всю необъятность того, что значит быть человеком, вы не станете так много рассуждать о других вещах. «Это само по себе грандиозно. За один день оно превращает рыбу в человека. Разве это не грандиозно? Но это происходит неосознанно. Если бы оно могло осознанно превращать рыбу в человека, это было бы чудом, не так ли? Не так ли? Вы делаете невероятные вещи, но неосознанно. Вопрос в том, какая часть того, кем вы являетесь, стала осознанной. Если присмотреться, на самом деле в вашем сознании находится менее 1% того, кем вы являетесь. Если добавится еще несколько процентов, то вы будете выглядеть как сверхчеловек, что бы вы ни делали. Рядом со мной, каждый день, люди видят то, во что они не могут поверить. Поэтому они продолжают спрашивать садгуру, «Вы сверхчеловек? Вы вообще человек?» Я продолжаю напоминать им. Речь не о том, чтобы быть суперчеловеком, а об осознании, что быть человеком — это супер. Есть такая история. Как-то раз один человек почувствовал жажду к духовному познанию. В те времена, если возникала духовная жажда, люди уходили в лес. Поэтому он отправился в джунгли и нашел подходящую скалу, чтобы на ней медитировать. Когда он сел там, неподалеку от себя он заметил лесу. У нее не было передних лап. Это была покалеченная лиса. Вероятно, она потеряла лапы в каком-то охотничьем капкане. Природа не очень добра к разного рода ограниченности. Забота о людях с ограниченными возможностями по сути свойственна только человеческому обществу. В природе, если вы не способны добывать себе пищу, долго вы не проживете. Но там была лиса без обеих передних лап. И выглядела она здоровой и сытой. Он заметил это и подумал, как же эта лиса справляется без лап. Но ему нужно было заниматься медитацией. Аум. Он начал медитацию. Аум, аум, аум. Он продолжал какое-то время. Когда наступил вечер, он услышал рычание льва. В тот момент, когда послышалось рычание, аум исчез. Он тут же вскарабкался на дерево и сел там. А медитацию он и думать забыл. Из леса вышел лев с куском мяса в пасти. Он подошел и положил мясо перед искалеченной лисой. Лиса съела мясо, и лев ушел. Этот человек подумал. О, это божественный знак. Бог пытается сказать мне что-то. Свирепый лев кормит покалеченную лисицу. Это чудо из чудес. Бог посылает мне сообщение. Но что оно значит? Что оно значит? Он полностью забыл о своей медитации и начал думать, что же значит это сообщение. И он придумал ему свое собственное толкование. Он сказал, «О, Бог пытается сказать мне, что в этом чудесном лесу даже покалеченную лисицу кормит свирепый лев. А ты глупец. Находишься на духовном пути и думаешь о еде, просто продолжай сидеть, и еда придет к тебе». Поэтому он сел. Первый день. Второй день. Третий день. На шестой-седьмой день он уже еле стонул. Не в состоянии двигаться, Полностью ослабев, он стонал предсмертной муки. Мимо проходил один йогин. Он услышал эти звуки, подошел и спросил, «Что с тобой случилось?» Тот ответил, «О, великий йогин, пожалуйста, скажи мне, я получил божественное послание, я последовал ему, и теперь я в таком состоянии». Йогин спросил, «Что же случилось?» Тот сказал, «Вот, посмотри на эту лесу, посмотри, как она откормлена. Каждый день приходит лев с куском мяса и кормит ее. Разве это не божественный знак? Пожалуйста, скажи мне, что это божественный знак». Йогин ответил, «Определенно, это божественный знак». Но почему ты решил подражать искалеченной лисе, а не благородному льву? Так что у вас всегда есть выбор. Если вы подражаете покалеченной лисе, благородный лев выглядит как чудо. Это не чудо. Это возможно? Да? Это возможно. В этом нет ничего чудесного. Но можно смотреть на это с двух сторон. С одной стороны, все есть чудо. Скажите, вот вы удобрили землю навозом, и на дереве появились сладкие плоды манго. Навоз и сладость манго — это одно и то же? Это одно и то же? Разве не так? Еда, которую вы едите, и то, что вы делаете в туалете на следующий день, это одно и то же. Разве не так? Да или нет? Если вы используете это удобрение в поле, то завтра оно снова станет вашей едой. Не так ли? Это одно и то же. Но можете ли вы применять их одинаково? Нет. Они должны применяться по-разному, хотя и являются одним и тем же. Превращение навоза в манго — разве это не чудо? Превращение рыбы в человека — разве это не чудо? Да или нет? Все — это чудо. Это один из способов смотреть на жизнь. Другой способ — чудес не бывает. Все происходит между причиной и следствием. Если вы слишком близоруки, чтобы видеть причину, то вы видите только следствие. Если вы можете видеть и причину, и следствие, все объяснимо, все повторимо, все возможно воплотить в реальность. Сейчас я говорю о технологии, позволяющей превратить вас в чудо. Однако она не является чудом. Все технологии выглядят как чудо, не так ли? Допустим, вы ничего не знаете об электричестве, и в зале сейчас темно. Я говорю вам, смотрите, я сейчас коснусь этой части стены, и зал озарится светом. Если я это сделаю, вот это да! Вы склонитесь передо мной. Да или нет? Все, что вы не понимаете, вам кажется чудом, не так ли? Да? Все, что вы не способны понять, для вас является чудом. А сейчас я вытащу из кармана эту вещицу, сделанную из пластика и металла. Я сделаю вот так, и смогу говорить с человеком в Индии или Америке, или где-либо еще. Это же чудо? Проблема в том, что у всех это есть. Если бы этим обладал только я, если бы у меня был телефон тысяч лет назад, я стал бы Богом. Но эта штуковина появилась слишком поздно. И если бы тысячу лет назад у меня была лампочка, я мог бы стать Богом, но она появилась слишком поздно. Технологии никогда не появляются вовремя. Все, что вы не понимаете, для вас чудо. Но в то же время, существует ли хоть одна вещь, которую вы понимаете полностью? Я хочу, чтобы вы задумались. Вы понимаете этот цветок? В полной мере. Возможно, вы изучали ботанику в течение 10 тысяч лет, но понимаете ли вы этот цветок в полной мере? Понимаете ли вы хотя бы один атом в этом мироздании? Нет. Поэтому все является чудом. Если вы посмотрите достаточно глубоко, все становится чудесным. На одном уровне все объяснимо, на другом все чудо. В этом красота жизни. Если у вас есть разумность, способность удивляться и исследовать, вы можете познать все это и по-прежнему удивляться. Потому что вы можете изучать этот цветок всю оставшуюся жизнь, по-прежнему удивляться ему. В этом и заключается красота мироздания. Не так ли? Или вы можете быть глупцом, который сделает выводы об этом цветке и поверит, что познал его. В этом вся разница. И это касается всего в вашей жизни. Не так ли? Да? Это касается всего в вашей жизни. Поэтому это и чудесно, и обыденно одновременно. Одновременно в пределах разумного и за его пределами. Человеческое и божественное одновременно. Вы можете играть между этими противоположностями. Это прекрасно. Вы также можете стать животным. Люди с легкостью могут превращаться в животных, не так ли? Потому что то, чем является человек, это не что-то фиксированное. Вы можете свободно и беспрепятственно двигаться от животной природы к человеческой, и к божественной, и обратно, если захотите. Это прекрасно. Постарайтесь ничего не испортить.